Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начнем обсуждать тему проблемы энергообмена у спортсменов. Хотя объем материала, сложных вопросов, которые скрываются под маской энергообмена, наверное, не то что в один вебинар, можно говорить неделю на эту тему, и то не осветить всех сложных аспектов. Тем не менее, попробуем хотя бы тезисно обосновать некоторые позиции. Дело в том, что мы понимаем, что организм человека без физической нагрузки существовать не может. При этом регулярные аэробные физические нагрузки, подчеркиваю, умеренной интенсивности, они необходимы, они способствуют снижению и сердечно-сосудистого риска, повышению функциональных резервов всего организма, в том числе и сердечно-сосудистой системы, адаптации к стрессовым факторам и многим-многим другим аспектам положительным. С другой стороны, интенсивная, чрезмерная физическая нагрузка, я подчеркиваю, чрезмерная физическая нагрузка, она может приводить и к повышению артериального давления, она может приводить к формированию таких состояний, как гипертрофия миокарда левого желудочка, которая является, как мы знаем, фактором рисковой внезапной смерти, и многим другим патологическим состояниям в организме, которые должны быть на фокусе нашего внимания. И при этом, опять же, хорошо известно на сегодняшний момент, что интенсификация метаболических процессов, которые типичны для спортсменов в период физической нагрузки, они приводят к тому, что усиливается, повышается скорость метаболических процессов, отеслительно-восстановительных реакций. Это выражается в определенных трансформациях всего обмена в виде накопления лактата, мочевины, меняются, сдвигаются буферные системы крови, и это приводит, опять же, к некому напряжению адаптационных ресурсов и изменению гомеостаза. То есть это, в общем-то, в целом положительный тренд, положительный вектор. С другой стороны, мы знаем о том, что при этом образующиеся активные формы кислорода так называемые АФК-формы, а в настоящее время рассматриваются как одно из фундаментальных звеньев метаболических процессов в организме. И, с одной стороны, они являются универсальным молекулярным механизмом для нормального метаболизма кислорода, без которого жизнь невозможна. А с другой, являются важнейшим патофизиологическим звеном заболеваний и различных патологических состояний самой разной этиологии. Анализируя литературу, особенно последних лет, я должен сказать, что в ведущих журналах, в мировых журналах научных очень подробно дискутируется информация по поводу активной формы кислорода, значимости для организма. И вот буквально несколько тезисов, очень коротко я обозначил такие вот цитаты. АФК постоянно вырабатывается в скелетных мышцах как в состоянии покоя, так и во время физической нагрузки. АФК модулирует различные физиологические процессы, включая регуляцию кровотока, выработку мышечной силы, адаптацию мышц к физическим нагрузкам. При этом нужно учитывать, что длительные и высокоинтенсивные упражнения на выносливость, подчеркиваю, у нетренированных людей, они приводят к резкому увеличению окислительного стресса. Причем не только в крови, в скелетных мышцах, практически во всех тканях. А при этом тренировки на выносливость, если они системные, они повышают активность антиоксидантных ферментов в самой тренированной мышце. Они нивелируют вызванный мышечной работой окислительный стресс при острой физической нагрузке. Интенсивная физическая нагрузка значимо влияет и на выработку свободно-радикальных соединений в самих митохондриях. При этом физический активный образ жизни повышает собственную антиоксидантную способность организма. И мы должны понимать, что снижение функционального состояния у спортсменов, в организме человека, в том числе у спортсменов, свидетельствует о их дезадаптации. И как раз таки является уменьшение антиоксидантной активности вот таким вот признаком неблагополучия. Еще несколько цитат. Дело в том, что в пределах физиологической концентрации АФК представляет собой важными сигнальными молекулами, которые влияют на процессы роста, прогеферации, дифференцировки клеток и тканей. Они, если так можно сказать, несут ответственность за ключевые адаптивные изменения к физической нагрузке как на тканевом, так и на клеточном уровнях. И по данным ученых разных лет, публикациях разных лет, сегодня достаточно хорошо известно, что высокий уровень физической нагрузки, он влияет, существенно влияет на образование, на генерацию АФК форм и вызывает комплекс изменений во всем организме. С одной стороны, это может, безусловно, носить положительный, или мы говорим компенсаторный характер, но в то же время это может в определенный момент приводить к метаболической декомпенсации, дезадаптации и, в конечном счете, приводить к формированию тех или иных повреждений. Сегодня не вызывает сомнений очень тесная связь между выработкой АФК форм и характером изменений продуктов свободно-радикального окисления в тканях, в первую очередь мышечных тканях, и процессах метаболической адаптации, которые происходят на фоне вот таких длительных, регулярных физических нагрузок, хотя, безусловно, и даже при однократных нагрузках изменения соответствующие могут происходить. И еще одна, наверное, цитата, вот буквально 22-го года, свидетельствует о том, что умеренная генерация АФК форм, она необходима организму для регуляции нервной системы, для развития самих нейронов, влияя на сигнальные каскады, модулируя окислительно-восстановительное состояние белков, транскрипторные факторы, и потенциально это имеет значение для нейрогенеза. Сегодня нет какой-то единой узаконенной гипотезы, теории, объясняющей увеличение активной формы кислорода при физических нагрузках, но наиболее популярные, наиболее принятые в мировой науке, это следующие три. Гипоксия физической нагрузки с последующей интенсивной реоксигенацией в результате резко повышенного притока кислорода в ткани приводит последствию к сбою в дыхательной степи митохондрии и повреждению клеточных структур. Вторая – это воспалительные реакции и активации нейтрофилов при интенсивной мышечной нагрузке. И третья – активация кофактора НАТФАЖ и окисление катахоламинов, которые при физических нагрузках существенно увеличиваются из-за чрезмерной активации симпатика адреналовой системы. Конечно же, нельзя говорить, что каждая из этих систем, из этих механизмов работает изолированно. Наверное, существуют какие-то формы, когда мы видим проявление в разной степени выраженности всех этих трех вариантов. Но, должен сказать, что да, выработка активной формы кислорода, формирование вот такой оксидантной нагрузки на организм, она, в общем-то, физиологически необходима, но в то же время природа заложила очень разумный противовес, баланс, систему антиоксидантов, которые сдерживают вот такую неукротимую реакцию образования свободных агрессивных радикалов. И, по мнению специалистов, мы говорим сегодня о том, что да, в организме существует так называемый антиоксидантный барьер, который включает в себя, обратите внимание, показано на слайде, достаточно большой комплекс самых разных веществ, веществ разного класса, разного качества. Это и витамины, это и теолы, гормоны, биогенамины, пептиды, различные вещества, которые проявляют антиоксидантную активность, флавоноиды, каинезим-Ку-10, каротиноиды, мочевая кислота, билирубин, микроэлементы, тот же селен и так далее, и так далее. Перечень достаточно большой. Но хочу подчеркнуть на то, что в организме они присутствуют одномоментно. Степень участия их в антиоксидантном буфере, опять же, очень различна в зависимости от конкретной ситуации. И, безусловно, вот этот весь комплекс, он чрезвычайно значим, его сбалансированная работа чрезвычайно важна для того, чтобы организм справлялся с той чрезмерной нагрузкой, с той стрессовой ситуацией, которая в том и ином виде встречается нашим подопечным. Ну и вот я на слайде здесь показываю такие очень простые, в кавычках, схемы, хорошо, в общем-то, известные. Это метаболических разных комплексов. То, что мы с вами знаем, это пути синтеза распада глюкозы, регуляция углеводного обмена, дыхательная цепь электронов, карнитиновый челнок и прочее, прочее. Ну, такие простенькие схемы, которые мы с вами знаем с первого курса, ну, или с третьего курса медицинского института. Ну, понятно, что природа, она умнее всех нас вместе взятых, она настолько заложила глубоко эшелонированную оболрону, настолько тонко увязанный механизм разных вот этих вот реакций и компонентов, что, безусловно, нам разбираться и разбираться вот во всей этой сложнейшей схеме. Однако же зачастую мы, хватаясь за таблетку, пытаемся выправить какой-то там дефект, поправить эту схему, не задумываясь о негативных последствиях, которые может привести наша чрезмерная активность с теми или иными лекарственными препаратами. И, учитывая вот эти моменты, у нас в системе Центра спортивной медицины и ФМБА, проводя глубочайшие детальные обследования наших элитных спортсменов, привлекая самые разные современные технологии для этого, мы приходим к заключению, что нужно формировать некую программу помощи организму, условно мы называем программой такой метаболической коррекции, но, подчеркиваю, она базовая программа. И каждый раз для каждого организма, для каждого спортсмена она должна формироваться индивидуально. И только тогда мы будем получать оптимальный результат, не нарушая какой-то нормальный ход физиологических процессов, если она действительно будет индивидуально подобрана под конкретного спортсмена, под конкретную задачу, под конкретные обстоятельства, в которых он находится в данный момент времени. Поэтому мы говорим, да, программа, базовая программа метаболической коррекции, безусловно, это очень значимый момент, он очень сложный, но, тем не менее, это на сегодняшний момент одна из серьезных основ, которые используются в нашей практике. Но, должен сказать, что метаболическая коррекция, она, в общем-то, существует достаточно давно. И еще профессор Виноградов более 50 лет назад говорил о двух направляющих этого процесса. С одной стороны, это улучшение кислорода транспорта функции крови, а с другой, обеспечение или сохранение энергетического ресурса, статуса клетки. И в последующем блестящие работы Людмилы Лукьяновой, профессора, посвященные и митохондриям, и, в частности, антигипоксантам, позволили распределить все эти антигипоксанты на две большие группы, действующие непосредственно на тканевую функцию крови, тканевой кровоток, и препараты, которые воздействуют или корригируют на собственный метаболизм клетки. Это мембранотропные действия, непрямое энергизирующее действие и влияющие на цикл архидоновой кислоты и свободную радикальную активность. Ну, опять же, вот эти классификации, они имеют определенную степень условности, но базовые подходы, базовая вот такая вот градация, она, безусловно, очень правильная, и мы должны отталкиваться, в первую очередь, от этих вещей. У нас в Центре спортивной медицины, в ФМБА, существует формуляр лекарственных средств и биологически активных добавок, который разрешен для использования в спорте высших достижений. Должен сказать, что, я не скрываю какие-то тайны, это каждый год проводится колоссальнейшая работа с привлечением ведущих экспертов отечественной науки для того, чтобы проанализировать возможные препараты, которые могут использоваться нашими спортсменами в их, как говорится, деятельности. И вот, должен сказать, что этот формуляр, он достаточно так, скрупулезно проверяется, и группа метаболических и общетонизирующих лекарственных средств, вот я показываю здесь на экране. Перечень не очень большой, нам, может быть, хотелось бы увидеть его значительно шире, но вот с желтым цветом, например, выделены практически треть из этой группы, которая имеет возрастные ограничения. Обращаю внимание врачей на этот факт, что не все препараты мы можем применять у юных спортсменов, а упомяну эту ситуацию, потому что, может быть, не все знают, в элитном спорте, в спорте высших достижений, практически каждый второй спортсмен – это ребята, не достигшие 18 лет. Каждый второй. Поэтому, безусловно, этот момент, пожалуйста, учитывайте. Ну и вот перечень препаратов, по каждому из них, из этих препаратов можно говорить достаточно долго, плюсы, минусы, схемы применения и так далее, и так далее. Но я хотел сказать о следующем. Все-таки у врачей неверно присутствует некий скепсис. Говорят, ну вот метаболические средства, они, в общем-то, малоэффективны, они, так сказать, условно не собьют температуру, они за три дня не вылечат нам больного. Однако же, я показываю достаточно старую схему наиболее популярных препаратов в терапии первичных метахондриальных болезней, тяжелейших состояний, с которыми мы сталкиваемся. И вот в лечении этих первичных метахондриальных болезней мы видим, что в программах лечения это, в первую очередь, средства метаболической коллекции. Да, в больших лечебных дозах, которые превышают, может быть, наши традиционные терапевтические представления, но, тем не менее, метаболические средства действительно оказывают потрясающий эффект и принципиально повышают качество жизни этих тяжелейших пациентов. Возвращаясь к формуляру лекарственных средств, ФМБА, я должен сказать, что существует группа, существует часть непосредственно лекарственных препаратов, а существует достаточно много биологических активных добавок, которые чрезвычайно популярны как и у населения в целом, так и у спортсменов. Однако, вот посмотрите, пожалуйста, на слайде я показываю на примере L-карнитина. Порядка 10 наименований БАДов, которые представлены, да, они действительно не содержат ни допинга, они достаточно чистые по своему качеству и могут применяться и у спортсменов в спорте высших достижений. Однако, если вы проанализируете дозировки, вы увидите, что доза, например, того же карнитина, варьирует от 25 миллиграмм до 3600. Колоссальнейший диапазон. Как это учитывать каждый раз, причем добавка нередко не моно, она содержит не один какое-то вещество, она содержит горсть различных, винегрет различных субстанций, и как они в конечном счете подействуют на организм, в общем-то, мы можем только догадываться. Поэтому мы все-таки ратуем за то, чтобы мы выбирали лекарственные формы. Если уж мы принимаем решение о метаболической коррекции, давайте мы все-таки будем думать о назначении лекарственных препаратов. Вот тот же L-карнитин, хорошо известная схема, карнитиновый челнок, который перетаскивает длинноцепочные жирные кислоты для последующего бета-окисления и выработки АТФ. Это хорошо известная схема, но мы еще 10 лет назад, предложив формулярное руководство для детско-юношеского спорта, мы привели информацию о том, что в первую очередь лекарственный препарат может применяться в этом плане, не имеющий возрастных ограничений, который практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Более того, вы видите здесь перечень и инъекционные формы, и пероральные формы, и, что самое важное, на мой взгляд, что по поводу него получена очень серьезная научная база, и проведены даже двойные слепые плацебо-контролируемые исследования именно на детско-юношеском контингенте, который показал возможность его использования при физических нагрузках. А мировая литература достаточно разнообразно относится к тому же л-карнитину, но вот здесь на слайде показано достаточно большее количество публикаций, где были получены, подтверждены эффекты от применения данного соединения. Наша старая схема, мы достаточно давно ее уже опробировали и внедрили в практику, так называемый метаболический комплекс, подчеркиваю, лекарственных препаратов в виде карнитина, каинзимука, 10 кальция, витаминов группы В, которые действительно оказывают существенное влияние на метаболизм, на адаптационный ресурс спортсменов, и это мы подтвердили, например, анализируя эффективность фагоцитоза и выработку, по выработке спонтанного уровня активных форм кислорода, о которых я говорил в начале, и обратите внимание, почти в 2-2,5 раза с помощью применения такого метаболического комплекса мы повышаем ресурс собственной клетки, то есть без какой-либо стимуляции. Конечно, это достаточно хороший, получается, инструмент. Несколько слов было сказано по поводу каинзиму КО-10. Да, безусловно, данное вещество, данный компонент, он чрезвычайно значим для организма, природа заложила его собственный эндогенный синтез в организме человека, и, должен сказать, что история этого препарата, она достаточно такая интересная. Если в 1957 году он был крейном открыт, то в 1978 году была получена Нобелевская премия за описание биологической роли данного каинзима КО-10. Питер Митчелл получил за эту премию и стремительно пошла развиваться в этом плане наука, потому что были проведены и двойные плацебо-контролируемые исследования. И в деле было принято решение об использовании каинзима при лечении первичных метагодриальных ацидопатий. В последующем были разрешены применения у детей при пороках сердца, при различных дегенеративных состояниях и так далее. То есть я хочу сказать о том, что сегодня накоплен огромный массив серьезной научной литературы по возможности использования каинзима КО-10, как при рациальной гипертонии, мигрении, поликистоза яичников. Ну, это так вот штрихи к портрету здесь обозначил, потому что, конечно, палитра состояния, при которой сегодня используется каинзим КО-10, гораздо шире. Но обращаю ваше внимание, что, да, этот препарат каинзим может использоваться в виде лекарственного препарата у детей, но дозы, лечебная доза, значительно выше, чем рекомендуется, скажем так, в инструкции. Вот взрослых мы пишем, такая профилактическая доза 30-60, а, например, японские коллеги позволяют использовать в терапии дозы, достигающие 100-150 мг в сутки. Мы должны учитывать, что, безусловно, энерготропные средства, они так или иначе влияют на вегетативную регуляцию. В частности, мы достаточно с коллегами показали существование так называемых двух принципиальных путей реагирования организма, реагирования клетки на вот такую энергостимуляцию. С одной стороны, мы видим интенсификацию ферментативной активности, увеличивается при этом количество митохондрий и доминирует активность симпатического звена вегетатики. А второй путь – это функциональное напряжение существующих уже митохондрий и гипертрофия. При этом мы видим преобладание усиления гуморального звена регуляции. Конечно, опять же, вот эти две составляющие, они не то, что либо один, либо второй вариант. Наверное, существуют определенные переходные формы, но все-таки доминирование одного или другого варианта мы все-таки видим у наших подопечных. Должен сказать о том, что вегетатика, безусловно, реагируя на нагрузку, реагируя на стресс, на заболевания, в процессе заболевания, в процессе патологического процесса, она, безусловно, реагирует и перестраивается. Если, допустим, вначале нормальная вегетатика реактивность обеспечивается адаптационным ресурсом организма, то при повышении нагрузки, при появлении стресса она вынуждена перейти в гиперсимпатикотоническую реактивность. И она будет держаться в организме столько времени, сколько хватит ее ресурса. Когда ресурс будет истощаться, она будет переходить в стадию асимпатикотонической реактивности. И уже на этом этапе организм, защищаясь, адаптируясь, вынужден будет подключать дополнительные какие-то ресурсы. Опять же, насколько его хватит ресурса для того, чтобы обеспечить физиологические какие-то константы. Но, опять же, это не безграничная ситуация. И вот эта спираль, вот этот круг начинает закручиваться. И вопрос, куда вектор будет направлен? То ли в минус, в патологию, то ли он будет направлен в плюс, в повышение адаптационного ресурса. И вот наша с вами задача, может быть, с помощью тех же метаболических средств, направить вот этот вектор в сторону повышения адаптационного ресурса, чтобы переход на новую качественную стадию не переводил к патологическому состоянию, а к повышению его адаптационного потенциала. В 2020 году мы все с вами хлебнули лихо в виде самоизоляции. Достаточно была жесткая ситуация. Особенно, вот мы как-то не говорим об этом, и не очень представляем, насколько это было болезненно и трагично для наших спортсменов, которые были лишены возможностей активно тренироваться. И, безусловно, мы понимаем, что и для взрослых, и для детей вот такой вынужденный, малоподвижный, гиподинамический образ жизни, отсутствие свежего воздуха, непрерывное использование, так сказать, 25 часов в сутки из возможных гаджетов, безусловно, это приводило к негативу в виде снижения тонуса мышц, сосудов, нарушения работы сердца, замедления обмена веществ и так далее, и так далее. И в конечном итоге это, безусловно, могло стать неким таким триггером для формирования остеоневротического синдрома. Это и утомляемость, клинически проявлялась слабость, нарушение сна, и другие признаки головных боли, напряжения появлялись у наших предопечных, потому как вот действительно вот такой остеоневротический вариант, он формировался. И, ну, я сейчас не буду детально уходить в подъемность остеоневротического синдрома, я думаю, что аудитория хорошо подготовлена к этой теме, к патогенетическому варианту остеоневротического синдрома. Но я хочу обратить ваше внимание на следующее, что условия гипоксии, они так или иначе провоцируют формирование вектора анаэробного гейкоадвиза, накопление кислых продуктов и в конечном счете появление мышечной утомляемости. С другой стороны, при наличии так называемой гипоперфузии, той же церебральной гипоперфузии, мы видим, ухудшается вегетативно, то есть начинает формироваться вегетативная дисфункция, дисбаланс вегетатики. Мы видим различные нейтротрансмиттерные изменения, у пациентов появляются признаки депрессии, тревожность состояния, раздражительность, нарушается сон и так далее, и так далее. То есть это все вот как раз такие признаки, которые свидетельствуют о проявлении вот таких вот изменений. которые происходят в условиях энергодефицита. А сегодня, например, эксперты Международного Олимпийского комитета, я говорю не о МОКе, как политической структуре, а я говорю об ученых, об экспертах, которые работают с МОКом, и они сегодня предлагают ввести такое понятие, как синдром относительного дефицита энергии, РЭЦ-синдром. И в это понятие сегодня достаточно вкладывается много составляющих. Это нарушение физиологических функций, которые сопровождаются и иммунными изменениями, метаболическими, остеопорозом, нарушение синтеза белка, сердечно-сосудистой системы и так далее. То есть раньше мы говорили о том, что вот этот энергодефицит, он больше склонен или, так сказать, эквивалент спортивная женская триада, аминорея, анорексия и вот это проявление, и тот же остеопороз. Но мы сегодня видим проявление, то, что я перечислил клинически, и у мужчин, спортсменов. И поэтому вот такой вот относительный дефицит энергии, это сегодня становится достаточно значимой ситуацией, на которую стоит обращать внимание. А как воздействовать? Как профилактировать эту ситуацию? Я не говорю о том, как лечить это состояние. Мы несколько лет назад опубликовали по этому поводу статью American Journal of Pediatrics, где мы обсуждали проблему остеопороза как некая такая безмолвная проблема для детско-юношеского спорта. Но мы говорим о том, что это не сам по себе остеопороз, не сам по себе остеопороз, а нарушение ремодуляции костной ткани, которая обязательно будет сопровождаться изменением энергетической составляющей. Вот это нужно учесть. И мы сегодня показываем о том, что действительно есть изменения у наших юных спортсменов, допустим, в 12 лет, скрытые негативные сдвиги. То есть это не болезнь. Ее трудно запихнуть в тот или иной диагноз. Это не остеопороз. Но это те метаболические, энергетические сдвиги, которые мы не должны вставлять без внимания. И вот на слайде здесь показано, я обращаю ваше внимание, девушки, например, и юноши по такому популярному маркеру Beta Cross Labs, который нередко используется для диагностики нарушения ремодуляции костной ткани. И мы видим, практически 10-15% наших подопечных имеют эти изменения. И так или иначе, конечно же, это, как я уже сказал, сопряжено с изменением энергообмена клетки, а значит, изменение на уровне митохондрий. И я снова процитирую профессора Лукьянову, которая очень много посвятила вопросам исследования митохондрии, в частности, ей принадлежит работа по внутриклеточным сигнальным взаимодействиям именно на уровне митохондрий. Обратите внимание, процессы, которые связаны с митохондриями, это апоптос, сигнальные взаимодействия с ядром, транскрипционная активность, рецепторы эстрогенов, каскад протокиназ и так далее, огромный перечень важнейших процессов, которые происходят в организме, они завязаны, они сигнальным образом завязаны на качестве митохондрии. А клинически эти же процессы мы с вами видим. Это реакция на температуру, это контроль за кислородом гомеостазом в организме, это секреция инсулина, формирование адаптивных реакций, баланс парасимпатики и симпатики и так далее, рост, старение. Вот эти все организмы, они оказываются завязаны на сигнальных взаимодействиях митохондрии. Опять же, связь с энергообменом. Очень значимая для того, чтобы нормально существовала митохондрия, митохондрия клетка, это, как я уже говорил, вот этот баланс, антиоксидантный буфер, который должен адекватно адекватно функционировать, сдерживая цепные реакции образования свободных радикалов. И вот глютатион действительно является одним из важнейших ключевых звеньев этой системы. И тут я, пожалуй, хотел бы... Да, ну вот на схеме показан синтез глютатиона. Действительно, он очень значим для отчислительного и восстановительного метаболизма клетки. Представляет он из себя три аминокислоты, глицин, цистеин и глютамин. И сегодня это есть даже лекарственный препарат, алтоцин, который, кстати, входит в формуляр лекарственных средств у нас в ФМБА. Ну, я хотел сказать о следующем. Наверное, лет 35-40 назад, когда мы только начинали, были молодыми ординаторами, аспирантами, ничего не знали, ничего не боялись. Но, тем не менее, знаменитый Академик Владимиров, один из основоположников отечественной биофизики, очень так пристально обращал наше внимание на вот как раз процесс свободного радикального окисления, на состояние клеточных мембран. И мы в клинике пытались применить эти знания, этот опыт экспериментальный по изучению клеточных мембран. И вот одна из работ, которую мы проводили совместно с финскими коллегами, мне так довелось поработать с ними в Центральной детской клинике, мы показали, что клетка недоношенного новорожденного, эритроцит, он оказывается более устойчив к условиям гипоксии, чем эритроцит взрослого. Ну, на тот момент, лет 30 назад, это, в общем-то, было немножечко непонятно, как это так, клетка, тем более, недоношенного, она вот... Ну, опять же, все очень просто. Природа заложила механизм защиты клетки плода, которые находятся в условиях гипоксии, с тем, чтобы ресурс вот этого, антиокислительный ресурс был достаточно высок и позволял справляться с той нагрузкой, которая есть. Ну, это так вот, такое лирическое отступление. Но, на самом деле, глютатион действительно чрезвычайно значен вот с точки зрения влияния на перекисное окисление липидов. Это подтверждено в соответствующих биохимических исследованиях. Была проведена серия очень серьезных клинических испытаний, плацебо-контролируемых, между прочим, было показано, что, да, действительно, повышается толерантность к физической нагрузке с помощью разных тестов. Ну, и вот у наших, опять же, юных спортсменов, кстати, это научный центр здоровья детей, проводил такие исследования, они подтвердили, что действительно повышается физическая работоспособность у юниоров, в частности, аэробный индекс повышался достоверно при приеме этого препарата. Но я должен сегодня сказать еще о следующей ситуации. Мы действительно очень часто увлекаемся теми или иными лекарственными препаратами. Опять же, мы хорошо знаем, что очень часто мы наталкиваемся на ситуацию каких-либо сайд-эффектов, каких-то нежелательных реакций. И так как спортсмены, что греха таить, получают не один лекарственный препарат. Они редко получают такую большую программу, как бы так помягче назвать мне эту ситуацию, большую программу, которая включает много лекарственных препаратов, тех же БАДов. Безусловно, вопрос безопасности он стоит на первом месте. И вот в этом плане одна из задач не только врачей по спортивной медицине, но и вообще врачей, это минимизация риска. В этом плане крайне интересно в последние годы разворачивается научное изыскание с точки зрения биорегуляционной медицины. Так называемые биорегуляционные подходы. И вот международная группа, Америка, европейские несколько институтов и даже и наши коллеги российские включились в это направление. Сегодня вот я показываю некоторых экспертов в этой области. Это представители Мерленского университета, Гарвардской школы, университета Джорджа Вашингтона и так далее. Я всех не смогу перечислить. С удовольствием упомяну профессора Школьникова Мальсана, хорошо известного президента Ассоциации детских кардиологов, которые ратуют за наполнение данного направления научной доказательной базой. И по этому поводу сегодня появилось очень много свидетельств, говорящих о том, что да, это имеет право на практическое применение. В чем суть? Очень коротко. Сегодня сформулировано положение о том, что здоровая система она так или иначе существует в определенном динамическом интервале. Динамический интервал и под влиянием разных самых факторов он будет качаться влево, как говорится, вправо. Но в определенный момент времени воздействие, незначительное усилие, мягкое воздействие на тот или иной фактор может привести организм или процесс вернуть его в нормальный коридор физиологический не нарушая его динамическую вот эту стабильность. И вот этот действительно интервал динамической стабильности он для нас действительно становится чрезвычайно значимым, потому что он позволяет самоорганизоваться не только клетке, а вообще организму. И наша задача помочь этой самоорганизации. Ну и вот на слайде здесь показано опять же два варианта, когда мы с вами достаточно жестко пытаемся ингибировать факторы противовоспалительной терапии, либо вторая программа биореволюционная, которая позволяет разрешиться воспалению, усиливая факторы элиминации, защиты и другие стимулы. И как показывает практика, именно такой подход позволяет даже быстрее уйти от патологического процесса и восстановить ресурс, чем обычная наша схема, когда мы применяем антибиотики условные. Я утрирую эту ситуацию антибиотики 7 дней. Обращаю ваше внимание, что подтверждение сегодня доказательная база достаточно серьезная. В частности, были проведены геномные исследования эффективности например, одного из ярких представителей биореволюционных препаратов Траумеля. И было показано, доказано на геномных исследованиях его эффективность по сравнению с нами всеми любимым диклофенаком, без которого жизнь, по-моему, остановится. Мы уже не знаем, куда этот диклофенак использовать. Обращаю ваше внимание, на слайде показаны лишь некоторые ссылки на рандомизированные клинические исследования, как мы считаем, топ доказательной медицины. И перечень, обратите внимание, перечень по количеству пациентов это не десятки, это не сотни, это тысячи пациентов, которые сегодня уже прошли через подобные РКИ. Конечно, это заслуживает внимания, на это стоит обратить внимание. И что я хочу сказать, что вот подобные технологии, так называемые многокомпонентные технологии разведения, они сегодня становятся достаточно популярны у нас. в Германии они достаточно хорошо известны и давно, а вот у нас они сейчас достаточно активно используются на практике и в спортивной медицине, в частности. И я должен сказать, что даже вот эта комиссия по лженауке, которая при Академии наук работала, они даже выпустили свое информационное письмо, в котором вынуждены признать, что да, травмбель не относится к категории лженауки, потому что он имеет конкретные компоненты и имеет свою доказательную базу. Вот сегодня такие обстоятельства. Кроме того, вот обращаю ваше внимание, если вы проанализируете наши российские национальные клинические рекомендации таких состояний, в общем-то, которые у нас, с которыми мы часто сталкиваемся, острые синуситы, острые и средние атиты, в программе введения пациентов с данными состояния, как раз включаются препараты, именно основанные на данном принципе биорегуляции. Возвращаясь к вот этим простым схемам, так называемым цикла Крэпса, цикла трикоргоновых кислот, обратите внимание, что значимость, эффективность, качество работы этого цикла в обновлении зависит от этих двух компонентов еще, коэнзим-Ко-10 и коэнзим-А. И на сегодняшний момент мы, в общем-то, чрезвычайно ограничены в выборе каких-либо средств, которые восполнят именно эти два компонента, которые мы сможем применять на практике. И в этом плане я должен сказать, что говоря о биорегуляционной медицине, имеет смысл привести вот два компонента. Это обихинон-композитум, для которого сегодня уже описаны эффекты энергетические, антиоксидантные, антидегенеративные. И второй компонент, коэнзим-Композитум, который проявляет анаболический эффект, обеспечивая в своих малых физиологических дозах все субстраты и компоненты, которые необходимы для нормального функционирования митохондрий. Кроме того, обращаю внимание, что, например, коэнзим-Композитум уже включен в формуляр лекарственных средств для спорта высших достижений. То есть, это, в общем-то, нам говорит о том, что степень доверия к данному препарату, к данному комплексу достаточно большая, и мы, безусловно, должны, скажем так, более широко применять подобные средства. Но это вот некая такая, назовем это, информационная картинка по поводу данных этих препаратов, которые применяются от многих других комплексов именно внутри мышцы. Обращаю ваше внимание, что да, для того, чтобы добиться оптимального эффекта, используют их от одного до трех раз в неделю. Курс может варьировать от двух недель до двух месяцев, но, опять же, это все очень индивидуально в зависимости от состояния, в зависимости от того, какая стоит перед нами проблема у нашего спортсмена. Ну, вот, тем не менее, схемы здесь могут быть разные. Я говорил о составе. Вот, в частности, у бихенон-композитум он имеет конкретные ингредиенты. И вот вы видите здесь и растительные, и метаболические субстраты, и витамины, и хиноны. Достаточно, в общем-то, палитра большая, порядка 27 компонентов. Ну, это все, так сказать, как показывает практика, оправданно и приводит к, в общем-то, значимому балансу того же циклокрепса. Ну, или вот коэнзим-композитов. Его состав тоже здесь представлен. Палитра большая, 26 наименований. Ну, и значимость, опять же, их здесь очень-очень значима для каждого из этих компонентов. Я должен сказать, что мы сегодня, к сожалению, не можем похвастаться и привести какой-то опубликованные итоги, результаты использования подобных веществ в практике спортивной медицины. Дело в том, что вообще доказательная медицина в спорте, в спортивной практике, она чрезвычайно сложна. Особенно, если мы говорим про спорт высших достижений. представить себе, например, девочки, спортсменки художественной гимнастики или фигурное катание, когда они единичные, они уникальны. Каждая из них, она уникум. И собрать из этих уникумов некую статистическую группу, чтобы провести доказательные исследования, это практически невозможно. Поэтому, конечно, мы здесь крайне ограничены именно с научной точки зрения в поиске доказательных, статистически, как сейчас принято говорить, достоверных результатов. Но, тем не менее, наша практика накопления определенных клинических примеров позволяет нам говорить о том, что, да, безусловно, это имеет право на существование, мы видим эти результаты, и, в общем-то, сегодня от вас зависит, от врачей, от практикующих врачей, зависит, насколько широко, насколько правильно будут использоваться данные подходы. вот я с удовольствием процитирую на слайде публикацию, которая буквально вышла в 2023 году в журнале «Лекарственные средства» и «Рациональная фармакотерапия», использование именно препарата конзимокомпозитова или комбинации конзимкомпозитум и убихинонкомпозитум у пациентов, которые сегодня, я думаю, что у всех на слуху, это постковидный синдром, который, к сожалению, встречается не так редко, как нам хотелось бы, и действительно, авторы данной публикации, они говорят о том, что, да, зарегистрировали, не зафиксировали определенные позитивные изменения, определенные позитивные изменения метаболомного профиля с нормализацией углеводного, жирового, белкового обмена и главных метахидриальных функций, снижение маркеров оксидативного стресса и, что интересно, плюс ко всему, значительное улучшение переносимости физических нагрузок, повышение повседневной функциональной активности у пациентов, которые имеют проявление этого постковидного синдрома. Безусловно, это стоит брать на вооружение. Понятно, что это не классические спортсмены, но тем не менее, спортсмены, как мы говорим, тоже люди. А да, они тоже переносят респираторную вирусную инфекцию, у них тоже зарегистрированы случаи ковидной инфекции, и вот этот опыт, безусловно, можно применять, во всяком случае, учесть. и я приведу два примера из нашей практики, ну, примеры, которые свидетельствуют о том, что мы должны думать о энерготропной терапии, мы должны подбирать программы энерготропных препаратов для того, чтобы оказывать такое мягкое воздействие на метаболическое воздействие на обмен наших подопечных. Вот, в частности, девушка 17 лет, художественная гимнастика, три перелома костей плюсны буквально за последний год. Детально было прообследовано, проведено огромное количество всевозможных анализов, ну, и было показано, что вот с учетом тех референтных интервалов биохимических показателей для данного возраста, у него были выявлены повышения маркеров кости образования, которые свидетельствуют о нарушении ремодуляции костной ткани в условиях, вот вы видите здесь у него еще целый ряд особенностей, и у функциональной гипоталонической аминоррея, условия дефицита жировой массы и относительный дефицит энергии. И, безусловно, именно вот такой пациентке, спортсменке необходима была адаптация рациона питания, потому что мы понимаем, художественная гимнастика, они так берегут свои фигуры, они так трясутся над своим рационным питанием, что очень сложно каким-то образом здесь повлиять, но, тем не менее, учитывать это в диете, безусловно, нужно усиление некой энергетической составляющей, безусловно, коррекция той же спортивной нагрузки в данный период времени ей не была необходима, ну и назначение энерготропных препаратов вместе с препаратами витамина D. Это вот один случай, и второй, я приведу пример, это, скажем так, другая крайняя ситуация. Спортсмен 16 лет, боксер, достаточно такой уже титулованный к его возрасту, но в то же время мы у него диагностируем ожирение, мы видим у него достаточно серьезные изменения на уровне гормонального профиля, снижение общего тестостерона, который крайне значим для спорта, его уровень, да, и с учетом того, что спортсмен с избыточным весом, который на своей практике нередко использует так называемую сгонку веса. Это опять же отдельная сложнейшая тема, которая требует обсуждения, но тем не менее, вот этот чудовищный стресс, который возникает в период сгонки веса у спортсмена, он безусловно существенно усугублял проявление не только транзиторного гипогонодизма, который у него присутствовал, но и дефицита энергии. Это безусловно сказывалось на его состоянии, на результатах его в конечном счете спортивной деятельности, и безусловно именно такой спортсмен нуждался не только в коррекции питания, но и в соответствующем изменении рационного питания, усилении энерготропных препаратов, и только такая вот тактика, такое ведение спортсмена может позволить действительно улучшить его адаптационный ресурс. Ну, в заключении я все-таки сказал бы о том, что какие бы мы с вами не обсуждали лекарственные препараты, комплексы и программы только каждый врач сам, каждый из вас должен формировать и может формировать свою аптечку тех средств, того ресурса лекарственного, которому он доверяет, который действительно эффективен вот с вашей точки зрения, и как ваша личная аптечка только тогда имеет право на жизнь, только через ваш клинический опыт и ваши клинические знания. Надеюсь, что немножко я приоткрыл завесу по поводу энерготропных препаратов в спорте. Конечно, это не все аспекты, не все проблемы, которые нам сегодня предстоит решать, но использование новых подходов, биорегуляционных подходов, она позволит с одной стороны минимизировать риски возникновения нежелательных побочных эффектов, а с другой стороны позволить нашим подопечным, нашим спортсменам независимо от возрастных групп повышать свои адаптационные возможности и добиваться хороших спортивных результатов. Я благодарю вас за внимание и постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые сейчас к нам поступают. Так, вот несколько вопросов таких. Как часто встречается остеопороз у подростков? Дело в том, что в целом у подростков мне сказать сложно, а вот если подросток занимается активно, профессионально занимается спортивной такой вот деятельностью, то да, не столько остеопороз, а нарушение ремодуляции костной ткани. То есть, это не классический остеопороз, который мы, так сказать, знаем у наших пожилых пациентов. Но да, эти состояния, эти изменения существуют и ориентированы, есть специфика по видам спорта еще при этом, но мы должны с вами понимать, что от 10 до 25-30% потенциальный риск развития нарушения ремодуляции костной ткани может существовать. То есть, эти цифры достаточно большие и, безусловно, это надо принимать во внимание. Влияет ли степень нагрузки на минеральную плотность костей? Скажем так, безусловно, та нагрузка, которая формируется у наших спортсменов, она, безусловно, будет значима. и мы неслучайно говорим о том, что, начиная буквально с 6-7 лет, когда наши отчаянные родители приводят наших детей в спортивные секции и хотят, чтобы они завтра уже стали овечкиными и чемпионами мира, чудовищные нагрузки ложатся на наших подопечных, конечно, вот такие чрезвычайные вещи, они приводят к нередко к срыву адаптации, в том числе и нарушению ремонуляции костной ткани, мы видим, к сожалению, мы видим вот такие стресс-переломы даже в подростковом возрасте у детей 11-12 лет. Конечно, это недопустимо. Задача врача и педиатра, и врача по спортивной медицине проводить такую мягкую профилактическую работу этих состояний, но не только с помощью лекарств, а в союзе с тренером, в союзе с родителями проводить очень аккуратную вот эту политику рационального обеспечения ресурса наших подопечных, тогда, безусловно, мы не будем видеть вот таких вот вещей в виде тех же стрессовых переломов. И ведь речь не только про стрессовые переломы, это ведь еще и психоэмоциональная очень сильная нагрузка на наших подростков, особенно, когда они приходят в период пубертатного развития, когда у них все процессы влево-вправо, чудовищный идет раскардаш, и на этом фоне они еще, так сказать, занимаются избыточной вот такой чрезмерной физической нагрузкой. Безусловно, это нужно проводить в максимально щадящем режиме. Очень сложно. Очень сложная в этом плане работа и педиатра, и здесь только взаимодействие с тренером и родителем, чтобы это было понимание вот этих трех участников, что они делают в отношении своего подростка. А так, а как быть с подростками с ожирениями? Какой вид физической нагрузки им необходимо рекомендовать? Ну, если говорить о подростках в целом, то, к сожалению, я вынужден признать о том, что сегодня проблема ожирения в целом, она переходит в категорию эпидемии. И у наших подопечных, у наших детей мы видим многократное увеличение частоты случаев ожирения. И если вот мы где-то существовали на старых дрожжах, ресурс был заложен в наше поколение еще раньше, была больше физической активности, то сегодняшние дети наши, уже имея избыточную массу, имея вот эту чрезмерную гиподинамию, когда они подавляюще большинство времени сидят за компьютером с гаджетами и не двигаются, это превращается на сегодняшний день в виде некого айсберга, который может скоро перевернуться. и количество детей с ожирением действительно резко возрастает. И почему сегодня, например, в Москве в частности принимается очень большая программа по активной профилактике этого состояния ожирения для того, чтобы в школах, в учебных заведениях различного уровня максимально увеличивать физическую нагрузку, но опять же в разумных пределах, чтобы дети двигались и получали физическую нагрузку. Поэтому конечно, момент чрезвычайно важен, но как дать какую-то готовую схему, что всем нужно 10 приседаний в день или на велосипеде кататься по часу в день, очень сложно. Это все-таки нужно подбирать в зависимости от возраста, от региона. от региона эту ситуацию и формировать вот такие программы. Но я могу только привести пример академика Павла В.Петровича, наш гений, который возглавлял общество велосипедистов в России. Это было в начале прошлого века. Поэтому давайте все будем активно садиться на велосипед. Так, суточная доза л-карнитина применяется за один прием или делится на части в течение дня. Я считаю, что л-карнитин в виде того же л-кара надо давать утром. И второй вариант возможен, если в период соревнований и прочее, прочее. Это может быть накануне непосредственно тренировочного процесса или соревнований. Но системно, если вы даете на месяц на два данный препарат, то давать его целесообразно в утренние часы. Так, извините, еще вопросы пришли. Так, как вы относитесь к применению эндротроповых препаратов во время приема антибиотиков? Ну, скажем так, во время приема антибиотиков, если пациент наш лежит ничком, ему нужно лечить не ОРЗ с помощью антибиотиков, да, тяжелое состояние, то безусловно я воздержался бы от приема и витаминов, и энерготропных препаратов. На завершающем этапе, на этапе реабилитации, да, безусловно, их надо подключать. Но в остром периоде, когда, как мы говорим, температура шпарит и выраженная интоксикация, я бы воздержался от антибиотиков. Немного не по теме причина спортивных судорог, я не благодарна. Причин достаточно много, но одна из них на поверхности, это опять же метаболические нарушения в виде дефицита магния. Мы видим нарушения на уровне минерального обмена и восполнение магния. Опять же, проблема здесь колоссальная, потому что палитра средств, содержащих магний, раз-два и обчелся. Магний B6 да, пожалуй, все. Но это, во-первых, дорого, и не каждый спортсмен может себе это позволить. В общем-то, задача перед нашей фарминдустрией насытить рынок подобными веществами, потому что действительно эта тема чрезвычайно актуальна. Я благодарю вас, будьте здоровы, всего вам доброго. Игорь Негода.